Мусульманин должен придерживаться правдивости в своих речах всегда. Даже если шутят, должен шутить правдиво, как это делал пророк, салли Аллаху алейкум ассаляму. Потому что правдивость ведет к благочестию, а благочестивость ведет к краю. И мусульманин никогда не должен врать, даже шутя. И не должен врать даже для своей жене, своей супруги. То есть ложь жене, это такая же ложь. Однако он может какие-то ухищрения в этом делать, однако лгать не должен. То есть он не может сказать, нет, я не делал сафр в то время, как он делал этот сафр. Однако может прибегнуть к некоторым вещам. Если она спросит, допустим, как тебе моя еда, которая приготовила? Он может сказать, это прекрасно. Прекрасная еда, ма ша Аллах. Вместе с тем, что он не любит ее. Он может сказать, как ты прекрасна, ма ша Аллах. То есть в таких вещах дозволено. Это не ложь, это как бы приукрашение. Даже животным нельзя врать. И маленьким детям тоже нельзя врать. Даже неверующим нельзя лгать. Пророк, саллиллаху алейху вассалям, еще до своего пророчества даже был известен своей правдивостью. Его называли правдивым, даже неверующим. И поэтому мы должны обучать детей, маленьких, прививать им правдивостью. Поэтому мы должны прививать даже маленьким детям правдивостью. Отец говорит своим детям. Если тот, кто будет говорить правду, тому прощу. Кто разбил, допустим, вот этот стакан или что-то? Если кто-то правдиво скажет, того прощаю. То есть тем самым он воспитывает своих детей на правдивости. То есть не прививает им ложь и обман. И он понимает, что если он скажет правду, он спасется. Потому что правдивость спасает. Что касается лжи, губит. И мы должны воспитывать детей вот на этом, прививать им это. Точно так же, жена, скажи, скажи мне лучше правду, я тебя прощу. Ты будешь правдив с ней, она будет правдива с тобой. И мы должны распространять это и обучать людей этому. Неверующий сейчас смотрит на вас. Будете ли вы правдивы или нет? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!